День Победы 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 Здесь птицы не поют, деревья не растут. Из 140 тысяч жителей Южно-Казахстанской области, ушедших на фронт Великой Отечественной войны, 71-ю годовщину победы в области встречают только 332 ветерана. В Северном Казахстане жители, пострадавшие от наводнения, просят власти добавить денежную компенсацию. Выделенных денег не хватает на то, чтобы восстановить дома после паводка. Североказахстанцы жалуются, что компенсации после паводка не хватает. Жители села Донецкого Таиншинского района, дома которых больше всего пострадали от стихии, говорят, что выделенных средств, а это порядка 100-150 тысяч тенге, на полный ремонт домов недостаточно. В нашем доме вода стояла на уровне 70 сантиметров. Дом у нас большой был, 7 комнат в кухне вместе. По окнам везде, во всех комнатах, это драйв, чтобы каторг, чтобы просыхало, потому что это же дерево, это же начнет потом нить. Неужели вы думаете, что 165 тысяч хватит восстановить дом? Никогда. В селе Донецком во время весеннего паводка затопило около 60 жилых домов. Несмотря на то, что вода ушла, некоторые сельчане до сих пор не могут вернуться в свои дома, потому что появилась новая напасть – плесень. Что делать на выделенные 100-150 тысяч не знают. Пол портится, стены обваливаются, печные системы повреждены, и на такую сумму провести ремонт дома невозможно, жалуются жители. По словам Акима Таиншинского района, Иржана Имансляма, помимо помощи государства, более чем 20 семьям помощь оказали еще и спонсоры. В октябре стартовали учебно-полевые сборы школьников. Сборы пройдут в два потока. В них участвуют свыше тысячи юношей. А около полутора тысяч девушек на базе школ пройдут военно-медицинскую подготовку. У юношей-старшеклассников более 60 городских школ. Впереди 4 дня для того, чтобы продемонстрировать все навыки начальной военной подготовки, которыми они овладели в течение учебного года. Учебно-полевые сборы на базе лагеря «Дружба» пройдут в два потока. С 11 по 14 мая и с 15 по 18 мая. В них примут участие больше тысячи мальчишек. И, как отмечают некоторые из них, тяготы воинской жизни, с которыми им придется столкнуться в ближайшие дни, ребят нисколько не пугают. Здесь нас учат в начале военной подготовки. Ну, пока не тяжело. Также эти полевые сборы тренируют твой характер, дисциплину. Также развивают чувство патриотизма. Я горжусь, что я родился в Иркстане. После школы я пойду служить в армию. Сегодня первый день сборов, начавшийся с торжественной церемонии открытия и продолжившейся тактическими занятиями. Уже завтра ребят ждут занятия по гражданской обороне и по основам военной службы. После им предстоит огневая подготовка и занятие по военной топографии. Ученики подводят итоги годичного обучения начальной военной подготовки. Значит, за четыре дня они проходят полностью разделы начальной военной подготовки. То есть именно огневую подготовку, строевую подготовку, гражданскую оборону и, естественно, тактическую подготовку. Во время учебно-полевых сборов наравне с занятиями по НВП также пройдут соревнования по военно-прикладным видам спорта. Кросс на тысячу метров, подтягивания на перекладине, стрельба. Ночевать на базе лагеря участники сборов не будут. Для их перевозки туда и обратно привлечены автобусы ТО «Автопарк». Стоит отметить, что в это же время около полутора тысяч девушек в школах будут проходить военно-медицинская подготовка. В Казаларде впервые состоялся офицерский бал. Мужчины в погонах продемонстрировали, что могут не только ходить в строе, но и прекрасно вальсировать. Большое танцеварное мероприятие состоялось на праздничных выходных. Уважаемых гостей вечера встречал военный оркестр. После начался сам бал. Как только зазвучали первые аккорды классической музыки, элегантные офицеры в парадных костюмах и очаровательные дамы в бальных платьях закружились в вальсе. Этот день стал вдвойне значимым для офицера воинской части 2019 Дамира Карашашева. На первом офицерском балу Дамир сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Данное начинание направлено на поднятие патриотического духа молодежи и повышение престижа воинской службы. Потому решено, что такие баллы будут проводиться регулярно.